Здравствуйте, уважаемые телезрители! Пока есть возможность, решил снять маленький короткий ролик о том, как необходимо правильно работать с шуруповертом. Вот у меня шуруповерт вот такой. Вы, конечно, можете пользоваться и аккумуляторным шуруповертом, они разные бывают. Я точно даже не скажу, насколько 12, 14, 16, 18, 24 вольта разные. В зависимости от того, чем выше вольтаж, тем он мощнее. Но, конечно, никакой шуруповерт аккумуляторный не сравнится с этим электрическим. Поэтому, в принципе, очень рекомендую вам в хозяйстве иметь именно вот такую вещь. У меня серия видео снята о строительстве крыши. И вот здесь я короткий ролик снимаю о том, как правильно пользоваться шуруповертом. Если вы хотите более подробную информацию, вы можете ознакомиться с этими видео. Что вам понадобится при работе с шуруповертом? Я бы вам рекомендовал приобретать правильные саморезы. Это первое. Правильные ступаники. Я имею в виду, что это легко закручивается. Они разные есть. В любом строительном магазине они продаются. Берете полиэтиленовый мешочек и складываете. Может, вы не делаете. Есть черные, очень популярные в хозяйстве. Есть золотые такие и так далее. Все зависит от того, что конкретно вы будете крепить. Какую деталь. Я в данном случае креплю вот этот уголок. Буду крепить вот в это место. Если вы будете работать с большими объемами, то есть много саморезов будете крутить, ну, я не знаю, 300 штук, ну, и то это мало. Я бы вам что рекомендовал. Возьмите кусочек изоленты. Обмотайте вот этот палец. В зависимости от того, левша вы, правша. Буквально немножко я специально взял цветную изоленту. Она у меня всегда в кармане лежит. Если вы работаете с двух рук, можете обмотать вот этот палец. Я всегда, в принципе, обмотываю. Но сейчас уже, в общем-то, у меня здесь уже все стерто, натерто. И, в общем, я уже перестал обмотывать. Вот. Вот эти два пальца обмотать, в принципе, для чего? Да, краткая предыстория. Вот зачастую вы смотрите разные видеосюжеты о том, как строить что-то там по хозяйству, да, приусадебный участок. И там красивый телеведущий, в красивой форме, он показывает о том, что вот берет шуповерт в руки, вот мы это сделали. Хотя реально за него это сделал кто-то другой. При этом, при всем, он, как я и сказал, всегда остается чистым и каких-то деталей, тонкостей не рассказывает. И опытный взгляд у специалиста, который сам это делал, он обязательно поймет, что, в общем-то, этот человек к этому вопросу абсолютно не причастен. Вот. И в этой связи я вам хочу сказать, что я непосредственно вот эти вещи все делал. И даю вам советы такие из практического опыта, что называется. Вот этот саморез, для чего мы обмотали, он будет вращаться и вращаться вот, и не будет тереть пальцы. Можете, кстати, обмотать вот этот пальц, но это лишнее. Ни в коем случае не одевайте перчатки, как это делают вот как раз телеведущие различные. Это только усугубит положение, что называется. Они заматываются. Вот о чем я очень коротко, если мысль сжать. Если телеведущий выступает с шуруповертом и на нем одеты перчатки, скорее всего, он в этой работе не причастен. Просто идти в большие объемы в перчатках очень проблематично. Все это делается без перчаток. Предположим, вам надо прикрутить вот такой уголок, который покрутите там, какой-то поверхность. Перейдем к конкретным вещам. Я делаю как. Ну вот, в данном случае у меня уголки легко становятся, если я три раза вот ударю, он становится. Шурупы можете брать шуруповертом таким хватом. Но на мой взгляд, это примитивно. Почему? Потому что, ну, сказано так, очень коротко, я работал с иностранцами, и там люди, которые на высоком уровне, они все держали вот так шуруповертом. И чтобы за ним успевать, мне пришлось научиться вот так и задержать. Вот. В принципе, этот хват, он лучше. Он более профессиональный. Вы видите, что происходит трение. Трение вот в этом месте. Но здесь у меня намотана изолента. Благодаря такому хвату вы можете достичь большего усилия, нежели вы будете закручивать вот таким образом. Вот, показываю вам. Можно делать это и так. В принципе, в принципе, можно делать, конечно, как-то по-любому, но... В данном случае я попал в гвоздь. Здесь у меня пробит гвоздь, поэтому я делаю клонение. Вот. То есть вы можете и этим хватом. Мне, в принципе, разницы нет. Я могу и тем и другим, но лучше вот этим. Видите? Усилие мощнее. Вы можете даже корпусом помогать. Если саморезы у вас большего, большей длины. Вот в данном случае я закручивал саморезы на 51 миллиметр длиной. Если большего, большей длины, в этом случае, конечно, вам так гораздо удобнее будет. Еще что, о чем надо сказать. О вот этой штуке, эта решетка. Чем выше число, цифра, число, то есть 15, 17, 19, 20, 1, тем выше давление, тем выше мощность у вас пойдет. То есть если вы ставите на тройку, он будет крутить. Я думаю, с такой же скоростью, но мощность его закручивания будет меньше. То есть чем вы длиннее саморез крутите, тем выше устанавливаете цифру. Вот в данном случае самореза на 51, легко крутится на 6, 8, 9. Выше, в принципе, смысла нет. Начинается биение биты, надо экономить уже, чтобы не стереть вот эту бит. Бит тоже сейчас дорогие, в общем-то. Она стирается, в любом случае сотрется у вас, вам надо заменить. А сейчас одна битая стоит, нормальная, я не знаю сколько, рублей 70, по-моему. Ну вот, я вам показал. Если более детально хотите ознакомиться с этим процессом, ищите мое видео о строительстве крыши, и там все популярно, подробно рассказано. До встречи. Подпишитесь на канал обязательно.